Сегодня мы будем говорить о хлебе. Хлебопечение, пожалуй, одна из самых древних технологий. Хотя по возрасту, например, она уступит пивоварению, тем не менее хлеб человечеству был известен более 6 тысяч лет. Первоначально это был пресный хлеб, плотный пресный хлеб. И лишь затем пекари начали выпекать пористый хлеб из заквашенной мучнистой кашицы. Это тесто содержало большое количество пузырьков газа и становилось рыхло. Происходило за счет брожения и, соответственно, затем становилось рыхло. Кроме того, сегодня мы, конечно, видим совершенно иную технологию получения хлеба. Сейчас большинство из нас не мыслят хлеб без дрожжей, воды, соли и муки. Конечно, технология хлеба изменилась. Хлеб бывает совершенно разный. Черный, белый, содержит самые разные компоненты и многое-многое другое. Кроме того, хлеб бывает здоровый и больной. И сегодня как раз мы будем говорить с вами о картофельной болезни хлеба. И у нас в гостях заведующий кафедрой экологической и промышленной биотехнологии Московского государственного университета инженерной экологии, председатель совета директоров биотехнологической компании «Бегор» Валентин Васильевич Бирюков. Здравствуйте, Валентин Васильевич. Здравствуйте. И Людмила Павловна Минаева, старший научный сотрудник кафедры экологической и промышленной биотехнологии Московского государственного университета инженерной экологии, ведущий специалист фирмы «Бегор». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Итак, как мы уже говорили, технология хлебопечения имеет достаточно длительный возраст. И вот здесь у нас на слайдах представлены некоторые этапы технологии получения хлеба, так и конечный продукт. И многие из нас не задумываются о том, что хлеб, оказывается, иногда бывает и больной. Но вот у нас такое название необычное «Друзья и враги хлеба». Значит, у хлеба бывают и враги. Кто они? Враги. То, что мы видим, как правило, на хлебе – это плесень. И мало кто догадывается о том, что у хлеба есть другой порог. Это картофельная болезнь хлеба. Это название приходит от запаха, который образуется при порче хлеба. Некоторые, знаете, сразу могут подумать, может быть, это от картофеля, эта болезнь проникает в хлеб. Рядом не хранить, например, не держать картошку с хлебом. Нет, дело в том, что запах испорченного хлеба очень похож на запах гнилой пропавшей картошки. Отсюда это название. То есть просто по… По аналогии. По аналогии. Ну, у меня вот так же сразу возникает еще такой вопрос. Валентин Васильевич, а как Вы считаете, если говорить о хлебе, то в целом значительный процент хлеба страдает от данного заболевания или нет? Вот Вы пришли в магазин, купили хлеб. Он у нас точно здоровый на все 100%. А может быть нет? Насчет процентов очень сложно сказать. Во-первых, хлеб – это такой продукт, который заражен микроорганизмами исходно. Дело в том, что практически не бывает муки, из которой готовится хлеб, в которой бы не было микроорганизмов и не было бы соответствующей этой самой картофельной палочки. Проблема только в количестве. Значит, если говорить о том, есть ли она вообще в принципе в хлебе, то в хлебе всегда есть картофельная палочка, значит, и она постепенно, ее содержание увеличивается. И вот это увеличение содержания картофельной палочки зависит не только от того, сколько ее было исходно в муке, как приготовили хлеб, а зависит от того, при каких условиях его транспортировали, хоронили, значит, использовали и так далее, сколько времени она лежала потом дома, так сказать, и так далее. Поэтому, значит, в принципе, хлеб – это, можно сказать, продукт, который надо было бы контролировать микробиологически, как многие продукты и контролируют. То есть, такой скоропортищийся продукт в микробиологическом отношении. Но, к сожалению, то, что скоропортищие мы все знаем, да, но вот эта скоропортищие, она никак не контролируется микробиологическим путем, хотя это напрашивается вроде, порча-то происходит именно из-за микробиологического заражения. Поэтому, значит, вот я думаю, что если говорить о том, в принципе, значит, есть ли или нет абсолютно без картофельной палочки хлеб, я думаю, можно сказать, нет. Значит, есть ли хлеб, в котором мы не видим картофельной палочки, сколько угодно, потому что если погода такая не очень жаркая, не как сейчас, скажем, да, и если, ну, достаточно хорошо все-таки налажено производство, и если в процессе приготовления хлеба используют различные добавки против картофельной болезни, то тогда, может быть, действительно мы не заметим, что картофельная болезнь есть, хотя это совсем не значит, что она не повлияет на... Вот картофельная палочка в каких-то концентрациях не повлияет на организм ослабленных людей, детей, стариков, у тех, у которых с золочно-кишечным трактом там не очень хорошо все. Поэтому, значит, вот, в принципе, этот вопрос надо смотреть широко, а не только вот так примитивно есть, нет и так далее. То есть, в принципе, даже вот если говорить о картофельной болезни, она, пожалуй, одна из самых распространенных, да, если мы говорим о хлебе? Хлеба. Да, именно хлеба. Да, 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 она одна из самых распространенных, хотя она не всегда имеет явный вид. Явный вид, тут мы, наверное, Людмила Павловна покажет, явный вид картофельной болезни, там у нас есть и на картинках, и можно здесь посмотреть, скажем, да, когда, в общем-то, никто, наверное, и не рискнет такой хлеб есть, да, он и пахнет плохо, и, так сказать, это самое там все, да. Вот, но проблема-то в том, что микроорганизмы, которые создают эту картофельную болезнь, они есть в хлебе всегда, и опасная их концентрация, это совсем не так, когда мы видим, что он уже такой вот плохой, да. То есть вполне возможно, что эти микроорганизмы, значит, действуют на человека и в меньших концентрациях, чем это видно на хлебе. Вот, поэтому, значит, микробиологический контроль хлеба, микробиологический контроль хлеба очень важен, и очень жалко, что он в настоящее время не проводится. Ну, вот, первое, вот, если мы, скажем так, вернемся к процессу выпечки хлеба, да, то возникает у меня такой вопрос, вот, как раз вы сейчас покажете, вот, то, что происходит, это уже одна из конечных стадий, если можно так сказать, да? Да, я бы хотела показать, продемонстрировать образец хлеба, который помещен был в провоцирующие условия, это обычный хлеб, который был куплен в магазине, вот, но помещен в условия повышенной влажности и температуры. Те условия, которые, как правило, создаются летом в очень жаркую погоду, и если хлеб в упаковке, то, соответственно, здесь создаётся повышенная влажность. Ну, вот, если у нас полиэтиленовая упаковка, она, наоборот, даже способствует, да, вот, тому, чтобы болезнь больше развивалась, особенно, вот, мы покупаем хлеб вот этой упаковке, да, и нам кажется, что мы можем хранить дня 3-4. Например, не вскрыли, кладём в хлебницу, где температура тоже очень высокая, это, наверное, всё способствует развитию болезни. Конечно, конечно, поэтому летом я рекомендую хранить хлеб в холодильнике. Только невкусный будет. Ну, его можно разогреть. Разморозить, во всяком случае. Ну, не обязательно замораживать, можно же просто положить в холодильник, а потом можно разогреть в микроволновой печке, можно разогреть на сковороде, сделать по своему желанию. Но, по крайней мере, в этом случае вы будете застрахованы от пищевого отравления. А можно по-другому? Ходить на хлебозавод и каждое утро покупать свежевыпеченный хлеб? Правильно. Ещё лучше покупать маленькие булочки, которые съедаются в течение одного дня для того, чтобы обезопасить себя от этого порока хлеба. Да, ну, такое он представляет хлеб, это страшное зрелище. Как-то вот и не верится, что несколько дней назад он выглядел как обычный хлеб. Совершенно здоровый, да. Дело в том, что мы специально подготовили этот образец для того, чтобы продемонстрировать все его отличительные признаки. А вот вы знаете, сразу некоторые могут сказать, ай, можно вот отрезать вот эти тёмные кусочки и потом использовать в пищу. Дело в том, что тёмные кусочки – это всего-навсего следствие тех процессов, которые происходят внутри. На поверхности мы видим плесень. Плесень, как правило, люди удаляют, не предполагая, что внутри находится мицелий этого гриба. Плесень – это же гриб. И мицелий как раз синтезирует микотоксины, которые опасны для здоровья человека. То есть, получается, когда мы просто, не только это к картофельной болезни относится, а просто мы отрезаем, скажем так, кусок хлеба, да, если он немножко заплесневел, да, и дальше начинаем употреблять в пищу, то для здоровья это небезопасно. Это небезопасно. Дело в том, что микотоксины, они не действуют напрямую на организм так, как действует картофельное, проявление картофельной болезни хлеба. Но это тоже опасно. Поэтому такой хлеб лучше не употреблять, в крайнем случае его надо очень хорошо термически обрабатывать. Я сейчас продемонстрирую вам хлеб, что он себя представляет внутри. Кажется, что внешне он не заражен. Кажется, что внешне он хорош. Но присутствующие в студии подтвердят, какой неприятный запах исходит от этого хлеба. И обратите внимание на нож. Он имеет следы загрязнения. Хороший здоровый хлеб вы разрезаете, и у вас остается чистый нож. Все это делают бактерии, которые попали с мукой в тесто, которые остались после выпечки, и при благовариатных условиях они проросли. Дело в том, что хлеб, что он из себя представляет, это продукт, состоящий из крахмала и белков по своему биохимическому составу. Такой легкоусвояемый продукт. Бактерии, провоцирующие картофельную болезнь хлеба, это представители рода бацилюс, точнее бацилюсуптилис. По мере развития они гидролизуют крахмал, превращая его в декстрины, что дает след на ноже и дает клёклость мякиши. И разлагая белки, мы ощущаем в результате неприятный запах. То есть просто выделяется, да, возрастает количество ряда веществ, в частности, например, диацетила, различных альдегидов, да, и вот этот запах, вот как раз мы его и ощущаем за счет него. Но если этот продукт попадет в кишечник человека, то, соответственно, это вызовет отравление. Но когда-нибудь кто-нибудь обращался к врачу с вопросом о том, с предположением... Многие даже не предполагают, что хлеб может стать источником отравления. Мясо-хлебом. Если, например, вы употребляете мясные продукты или рыбные продукты с больным хлебом, то в первую очередь вы подумаете о том, что вы отравились мясом или рыбой, но никак вы не подумаете о том, что вы отравились хлебом. Хотя это возможно. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к хлебу, который мы приобретаем в магазине, который мы употребляем. И... Ну вот такой вот сразу, знаете, возникает вопрос, да. Если вспомнить такую основу технологии хлебопечения, да, то ведь обычно технология хлебопечения, она сопровождается достаточно высокими температурами. Температурами, температуры, вот, например, ну, клетки, например, бактерий, многих убиваются уже при температуре выше 80 градусов. То есть получается, что у нас как раз в ходе процесса остаются, вот клетки убиваются, да, остаются именно споры, да, бактерии. Они, видимо, устойчивы, да, обладают повышенной устойчивостью. Да, как раз спорная форма бактерий – это та форма, которая позволяет выжить бактериям в неблагоприятных условиях. И это та форма, в которой бактерии выживают при высоких температурных нагрузках. И оставаясь в хлебе после выпечки, они благополучно развиваются при достаточной влажности и достаточной температуре. Как правило, это бактерии теплолюбивые, термостойкие. А, то есть получается, почему, значит, летом настолько распространено, что чем-то даже условия летние напоминают условия термостата. Если они у нас еще, например, хлеб запакован в полиэтиленовую пленку, да, лежит при температуре 35-40, то есть для бактерий это просто с оптимумом. Они начинают развиваться с очень большой скоростью. Да, и результат мы видим. Интересный еще такой момент, что, значит, вот мы говорили, можно ли или нельзя есть этот хлеб, так сказать, до съедения. Иногда говорят, ну, ладно, мы есть не будем, а вот мы скормим животных. Вы знаете, Валентин Васильевич, я даже прочел в литературе, что вот как раз люди, которые занимаются хлебопечением, если они уже обнаруживают заражение, они тоже, есть даже рекомендации как раз скармливать скоту. Да вот нет как раз, но тут есть инструкция по хлебопечению, которая говорит о том, что если обнаружена картофельная болезнь в хлебе, то его ни в коем случае нельзя скармливать скоту, а нужно сжигать. А там, знаете, вот было достаточно завуалено, необычно написано, что в зависимости от процента заражения, что можно использовать для скота, но, естественно, раз это вредно, то это, естественно, будет вредно и для животных. Конечно, это огромные экономические потери, в принципе, и поэтому, значит, все, кто эти потери вынуждены понести, стараются каким-то образом смягчить их, да, и поэтому, вот, ну, в принципе, вот в инструкции, которая утверждена высокими инстанциями, Минздравом, в том числе, там, значит, там говорится о том, что если обнаружена картофельная болезнь в хлебе, то в магазине там или еще где-то так, то он именно сжигается, а не никуда не отдается, ни на какие фермы. Ну, и вот даже вот есть ряд характеристик, когда мы говорим о пищевой промышленности, что там есть показатели, да, не выявлена зараженность муки там через 24 часа, через 36 часов и так далее. Но, тем не менее, я вот прочел, что вот если сама мука, да, есть, вообще есть заражение, то все равно используют. Но используют, например, рекомендуют тогда использовать для получения, например, бараночных изделий. Насколько вот это правильно, как вы думаете? Дело в том, что опасность представляют в большей степени продукты размножения этих бактерий. А, они сами, да, бактерии? Как правило, мы никогда не потребляем стерильных продуктов. Мы всегда потребляем продукты с каким-то содержанием микроорганизмов. И в том-то и прелесть нашей иммунной системы, что она подавляет развитие посторонней микрофлоры. Вопрос в том, какое количество вызывает заболевание. А, то есть опять есть показатель по цифрам, да? Да, да. Если мука содержит, ну, например, сотню бактерий, сотню споровых форм бактерий, провоцирующих картофельную болезнь хлеба в обычном хлебе, то содержание их в баранках – это незначительно. И это не окажет такого убительного действия на человеческий организм, потому что сухой продукт, он не провоцирует развитие этих бактерий. Поэтому здесь не будет такого вреда для организма, который наносится хлебом. Дело в том, что вот та картина, которую мы видим сейчас здесь, след на ноже, который остаётся здесь, он ещё более-менее здоровый, потому что мы не видим очагов заражения. Очаги заражения – это когда образуются пятна на поверхности хлеба, они тёмные. Они клёклые, они образуются на срезе, как будто бы такие впадины. И в том случае, в том случае, при разламывании хлеба образуются такие нити своеобразные. Это продукт гидролиза крахмала, превращение его в декстрин. И в этом случае в грамме хлеба содержатся десятки и сотни миллионов бактерий. Да, числа просто нереальные. Просто неимоверные, это неимоверные. Но, однако, это так. Для того, чтобы исследовать хлеб, мы берём пробу хлеба и делаем разведение в 10-8, 10-9 степени, для того, чтобы увидеть отдельные колонии на чашках. Ну вот ещё иногда может спровоцировать, мне кажется, тоже развитие болезни, например, неправильное хранение даже в магазинах. Да, и температурные условия всё-таки тоже определённую роль играют. То есть хлеб будет скорее портиться, если он хранится и неправильно в магазинах. И, кроме того, если мы говорим о зерне, то там тоже есть ряд технологий, которые позволяют уменьшить хотя бы количество микроорганизмов. Например, такая технология, как промывка зерна, насколько я знаю, в нашей стране она нечасто используется, потому что тогда, если мы промываем зерно, причём промывать мы можем по-разному, спиртом, водой, то тогда нужна дальнейшая сушка. Вот, например, в Канаде такая технология используется, а у нас не используется. То есть мы ещё и сами провоцируем развитие этой болезни. Ну, вероятно, в данном случае тут нисколько провоцирование, в противном случае просто тогда будет удорожение процесса, и стоимость зерна просто вырастет. Ну, а вот если говорить о микроорганизмах, которые вызывают вот это такое страшное заболевание, что-нибудь могли бы сказать? Мы можем продемонстрировать на опытных образцах. Как раз вы принесли чашку Петри, да? Да, мы принесли чашку Петри, так называемую чашку Петри. Те, кто знаком с биологией, они знают, что это такое. И в данном случае как раз бактерии, полученные из заболевшего хлеба, с очень большим разведением, для того, чтобы мы могли увидеть каждую. Вы видите, что они разные, по разной форме бактерий. Но, в общем, это все бактерии рода бацилюс. Бацилюс субтилис, бацилюс мезонтерикус. Вот как раз мы можем посмотреть и на картинке эти микроорганизмы. Вот начнем как раз. Да, здесь тоже представлены бактерии, выделенные из различных образцов заболевшего хлеба. Все они теплолюбивы. Они выдерживают даже температуру 55 градусов и при этом не погибают. Попадание их в муку обусловлено, как было уже сказано ранее, низкой культурой производства муки. Действительно у нас отсутствует стадия мойки зерна, хотя есть разработанные аппараты, которые позволяют этот процесс осуществить. И при этом происходит, естественно, и восстановление влажности муки до исходного состояния. То есть после мойки зерна, зерно, соответственно, сушится, определенные там есть стадии. И в этом случае мы получали бы действительно более чистый продукт, более чистую муку. И в этом случае не понадобилось бы никаких добавок для того, чтобы это предотвращать. Либо понадобилось в меньшей степени. Давайте еще раз посмотрим на микроорганизмы, которые вызывают картофельную болезнь хлеба. Но та ситуация, которая сейчас существует, это явление сезонное. Дело в том, что для развития картофельной болезни хлеба, развития этих бактерий, необходимо определенное время, в течение которого в хлебе поддерживается высокая температура. Как правило, это время, которое происходит во время остывания хлеба после выпечки. Если внешняя температура достаточно высокая, 30 градусов, хлеб выходит из печи с температурой, соответственно, более 100 градусов, то как раз скорость охлаждения маленькая. И промежуток, в течение которого хлеб находится при повышенной температуре, от 50 градусов до 30, он достаточно большой, в отличие от зимнего сезона, когда этот процесс происходит гораздо быстрее остывания. То есть картофельная болезнь, она, конечно, особенно яркая, когда высокие температуры. Особенно, когда температура уже на улице выше 20-25, тут уже как раз происходит развитие этих микроорганизмов. Ну вот тогда сразу, вот давайте еще посмотрим несколько фотографий как раз возбудителей картофельной болезни хлеба. Ну вот у меня тогда сразу возникает такой вопрос. Что делать? Вот, например, есть такие рекомендации использовать уксусную кислоту для того, чтобы бороться с картофельной болезнью. Ну я уже сразу представляю, что, наверное, вкусовые качества хлеба, мне кажется, пострадают достаточно существенно. Вообще вот интересно, что в Министерстве пищевой промышленности, значит, в общем, с давних пор, значит, известно, когда период картофельной болезни, начиная с мая и кончая сентябрем. На это время выпускается приказ специальный, который разрешает хлебопекам поддерживать кислотность выше, там, на какую-то определенную величину, с тем, чтобы, значит, эта кислотность как бы позволяла частично сгладить последствия картофельной болезни. Валентин Васильевич, сама кислотность, она оказывает негативное влияние на... Да, конечно. Именно поэтому, наверное, черный хлеб реже, скажем так, страдает данным заболеванием, а актуально только для белого. Но с другой стороны, ясно, что, значит, если бы это было бы хорошо, то это бы делали в течение всего года. А поскольку это делают только в летнее время, то это, значит, это просто вынужденная мера. Хлеб, конечно, получается хуже, там, скажем, для гастритчиков его уже вообще нельзя будет есть, там, скажем, да. Но, тем не менее, значит, картофельной болезни как таковой не будет. То есть из двух зол выбирают меньше. Я даже читал, что проводят такую очень сильную дезинфекцию на предприятии, используют тоже множество самых разных реагентов, ну, для того, чтобы, опять-таки, понизить заболеваемость. Уже на самом предприятии используют гипохлорид натрия, многие достаточно сильные дезинфицирующие средства. Ну, это когда уже, значит, началась эпидемия картофельной болезни на заводе, то, конечно, стараются как-то очистить. Но проблема-то вот в чем, что, к сожалению, все эти проблемы возникают у хлебопеков. Потому что исходная, вот, мука, значит, она покупается на мельзаводах, так сказать, так. И, значит, как бы заводы, которые производят муку из зерна, вот, они не очень-то отвечают за это. Продали, и все, и до свидания. Вот если бы была бы, и самое интересное, что качество муки, в общем, оценивается каким-то совершенно дедовскими способами. Казалось бы, вот тут микроорганизмы, мы смотрим, там, сколько этих микроорганизмов, и все. Никогда этого не делается. Делается очень просто. Делается, берется из муки, делается выпечка пробная, делается тесто. Это тесто, из этого теста делается вот такая вот буханочка, если это так, выпекается, и затем ставится в термостат. И, значит, в течение 24 часов или 36 часов смотрится, получится картофельная болезнь или не получится. Вот, представляете, какая процедура определения того, хорошая или плохая мука. Вместо того, чтобы делать какую-то более современную, современную процедуру микробиологическую. Но не зря же говорят, что вот в пищевой технологии они достаточно все консервативные. Ну, консервативизм здесь еще связан с экономическими вещами. Если бы, скажем, оказалось, что мука, которая выпускает мельзаводы, плохая, то они же теряют очень много. То есть они не смогут поставлять соответствующую муку. Им придется, вот опять же, мыть, там, скажем, или что-то такое делать, проводить какие-то мероприятия. А сейчас у них муку забирают, и все хорошо, все нормально, никаких проблем нет, как бы, да. Мы когда-то проводили мероприятие, вот с таким вот, даже таким дедовским способом определяли, значит, муку, которая, значит, продается в сети, в московской сети магазинов. Там, причем, определяли муку, производимую разными заводами. Разными заводами, там примерно 10 или 15 заводов было. И, вообще, практически в любой муке мы обнаружили, что она через 36 часов заболевает, так сказать. Если не через 24, то через 36. Если не через 24 часа тоже, да. То есть она находится, в общем-то, на грани практически. И бедные хлебопеки вынуждены как-то бороться с этим, с этой напастью, можно сказать. Для того, чтобы испечь все-таки хлеб, который, ну, не совсем повредит. Ну, вот неужели ничего не остается, только использовать уксусную кислоту, которая, ну, скажем так, многим и не показана, да и вкусовые качества сильно ухудшает? Или есть какой-то другой способ? В свое время мы столкнулись с этой проблемой, и работая над своей традиционной технологией, технологией получения низина, мы обнаружили, что в результате экспериментов поставленных, что уникальность действия низина, действия на споры, она работает и в этом случае. То есть это опять вот как раз тот консервант, о котором мы говорили в прошлый раз. Да, 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 да. И это как раз тот случай, когда порча продукта вызывается споровыми бактериями, и низин здесь оказался помощником и спасителем, скажем так. Вот, были проведены эксперименты. Сначала в лабораторном уровне мы делали болтушку, добавляли туда низин, термически обрабатывали при соответствующих условиях выпечки хлеба. И обнаружили, что там, где добавлен низин, бактерии не развиваются. После этого мы развернули лабораторию по выпечке хлеба. Мы в соответствии с ГОСТом на пробную выпечку хлеба проводили эксперименты, которые позволили подобрать определенную рецептуру и состав препарата, который позволяет остановить картофельную болезнь. И в результате был разработан препарат для борьбы с картофельной болезнью хлеба, который на протяжении вот уже 10 лет известен на нашем рынке. И сложилась сеть хлебопекарных предприятий, которые ежегодно покупают у нас этот препарат. Он позволяет тоже предотвратить картофельную болезнь. Да, да, да. А он из себя представляет, да, тоже такой порошкообразный, чем порошок, да? Да, только более разбавленный, чем стандартный препарат низина. Потому что для того, чтобы хлеб перестал болеть, достаточно очень маленькие количества. И в препарат введен, соответственно, наполнитель. Но даже в этом составе для того, чтобы предотвратить картофельную болезнь хлеба, достаточно вводить в очень плохую муку 100 грамм препарата на тонну муки. Ну, это вообще достаточно небольшая концентрация. То есть, если мы говорим, например, о той же уксной кислоте, там цифры в целом значительно больше. Ну, а вот, в принципе, даже если говорить о безопасности, то есть те свойства низина, которые есть, они, в принципе, действуют. Да, потому что основным действующим веществом является низин в этом препарате. Но с учетом индивидуальности хлеба как продукта были введены другие добавки, которые позволяют повышать качество выпекаемого хлеба. И я прошу обратить внимание, картинка, которая находится за моей спиной. Давайте как раз мы ее посмотрим. И, чтобы зрители поняли, насколько бывает сильное развитие картофельной болезни, вот темный хлеб, это не черный хлеб, я прошу обратить внимание, это белый хлеб. Но он настолько поражен болезнью, и вы видите черные пятна внутри, это как раз те полости, которые образуются в результате гидролиза крахмальных зерен. И здоровый хлеб. То есть, получается, фактически, благодаря картофельной болезни цвет у нас неотличим становится белого хлеба от черного. Да, да. Ну, очень отличим по запаху. Давайте прервемся и поговорим об инсулине в нашей постоянной рубрике вместе с нашей ведущей Ольгой Гладковой. Борьба за жизнь. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем разговор и говорим о инсулине, инсулинозависимом диабете. Это уже другой тип, да, сахарного диабета? Это, да. Тот уже, судя по названию, можно сказать, раз инсулинозависимый, значит, без дополнительных доз инсулина человек существовать не может. Вот именно как раз для таких диабетиков, наверное, открытие инсулина и послужило, вот, ну, скажем, возможностью продолжить свое существование на этой планете, да? Потому что без инсулина они бы уже жить не смогли. Ну, если сказать более прямо, оно сохранило им жизнь. До 15% больных страдают инсулинозависимым или диабетом первого типа. В данном случае не в организме не производится или производится в недостаточно большом количестве инсулин, а он вырабатывается в организме. А причиной его может быть нарушение отчасти иммунной системы, которая, иммунная система, разрушает собственные клетки островков в поджелудочной железе. Как раз у нас слайд. И отсюда возникает вот такая ситуация, что концентрация глюкозы в крови растет, глюкоза не перерабатывается в клетках и, соответственно, накопление в крови приводит к нежелательным явлениям. Но по мере заболевания, стажа заболевания, помимо углеводного, начинает нарушаться и жировой обмен. Это тяжелый тип диабета. Более тяжелый, чем тот, о котором мы говорили в прошлый раз, во много раз, наверное. Да. Диабет первого типа протекает более тяжелой, более слогачественно, скажем так, чем диабет второго типа. Спасибо, Ольга Николаевна. До свидания. Итак, мы узнали много нового. Действительно, инсулин обладает рядом целебных свойств. А теперь давайте продолжим разговор о картофельной болезни хлеба и о тех препаратах, которые мы получаем для того, чтобы бороться с этим таким значимым недугом у хлеба. Ну вот, когда мы говорим вот в данном случае о хлебе, да, то есть обычно тоже сама добавка, она добавляется в летний период, то есть тогда, когда температура достаточно высокая. Но вот в целом вы сказали, что вот если сравнивать, то, наверное, концентрации здесь вот в хлебе, меня вот интересует, они будут меньше, да, например, низина, чем, например, в концентрации в сырах, в томатных соках, да, или нет? Вот. Если переводить, пересчете на низин, ну, примерно одинаковые, примерно одинаковые. Ну вот если мы когда используем низин, то у нас, ну, есть какая-то вот у низина цифра, которая, ну, скажем так, предельная, которая должна быть получена с пищи у человека, или он действительно настолько безопасен, что у него токсических концентраций нет? Там, насколько я помню, килограмма три низина в день можно съесть. А, то есть мы можем спокойно не волноваться, да, что-то, то есть там цифры, даже если мы, например, покупаем хлеб белый с низином, покупаем сыр с низином, ну, и запиваем это всё ещё томатным соком, в котором содержится низин, то всё равно мы не наберём такого числа, там даже, мне кажется, цифры будут не в 10 раз, а в сотни раз меньше, чем нужно. Дело в том, что низин, как вещество, имеющее пептивную природу, разлагается ферментами, которые находятся у нас в слюне, которые находятся в желудочно-кишечном тракте, поэтому сколько бы мы его не ели, это всё будет разложено до аминокислот, поэтому он не представляет никакой опасности. Наш организм настолько адаптирован в течение тысячелетий использования продуктов брожения к этому веществу, он настолько защищён от этого вещества, что здесь никакие количества нам не страшны. Но, как правило, количество вносимого этого вещества в продукты регулирует цены. Дело в том, что этот препарат получается биотехнологическим путём, путём культивирования молочнокислых бактерий с последующими стадиями концентрирования, выделения, сушки, и, соответственно, имеет стоимость на уровне, если это импортный препарат, который продаётся у нас в стране, эта стоимость может доходить до 500 долларов за килограмм, что, соответственно, очень дорого и уже будет существенно влиять на себестоимость продукта. Тем более, что пищевая, получается, у нас будет хлеб значительно дороже, да, стоить? Конечно. Если это препарат отечественного производства, то цена его в 2,5-2 раза ниже, соответственно, это становится более доступным для производителя продукта. И нет необходимости добавлять такой препарат в больших количествах, когда он работает уже в достаточно маленьких дозах. Поэтому здесь можно не бояться того, что препарат вызовет какие-то побочные действия. И подтверждением этому является, во-первых, статус ГРАС, который удостоен вещество низин, само вещество, как безопасный продукт. И то, что во многих странах мира, а он используется более чем в 60 странах, нет верхнего предела допустимого в продукты. Это вот очень важно, потому что многие вот как раз вещества, которые используются, да, они как раз и обладают достаточно, очень часто и невысоким пределом. То есть его легко набрать, например, используя ряд пищевых продуктов. Но вот насколько вот сейчас вот используется низин для предотвращения белого, для предотвращения картофельной болезни белого хлеба? Или по-прежнему все-таки многие по старинке добавляют уксусную кислоту, либо ничего не делают? Вот если в целом по стране. Ну, низин никто не использует. Использует серектин, вот этот препарат, да, значит, не так много его, в общем-то, идёт. Потому что существуют и другие методы. Субхлебопекарная промышленность разрабатывает, значит, там, молочные закваски, пропионово-кислые закваски. Там ещё есть некоторые импортные улучшители хлеба, которые, значит, тоже используются для борьбы с картофельной болезнью. Поэтому... Но они вот очень эффективны или всё-таки такого эффекта нет? Ну, не хочется в такой передаче кого-то критиковать. Мы знаем только про нас. Тем более, что мы, в общем, не хлебопекарный институт, и поэтому мы не можем, так сказать, квалифицированно, скажем, так сказать, судить о всех возможных добавках, которые используются. То, что мы использовали в своё время, когда мы разрабатывали этот препарат, он был действительно один из лучших из того, что было. Сейчас, может быть, есть что-нибудь получше. Не знаю. Как правило, это зависит от квалификации технологов, работающих в тех или иных хлебопекарных предприятиях. Если технолог достаточно опытный, то он, естественно, выбирает препарат, который доступен по цене, который вносится в малых количествах и оказывает действие. Очень много сейчас новых предприятий, где работают люди недостаточно квалифицированные. Я не хочу бросить камень в эту сторону, но дело в том, что с опытом приходит знание о том, в какой стадии производства, какие препараты лучше использовать. И спектр их сейчас достаточно широк. Поэтому мы занимаем лишь небольшое место на этом рынке. Ну что же, спасибо. Мне хотелось бы пожелать вам новых разработок, удачных разработок, которые позволили бы бороться и с разными заболеваниями продуктов, а также использование для того, чтобы, например, продлить срок хранения пищевых продуктов и многого-многого другого. Спасибо, Валентин Васильевич. Спасибо, Людмила. Спасибо. Итак, сегодня мы узнали о том, что, оказывается, у белого хлеба бывают свои друзья и враги. Ну и если вы хотите избежать картофельной болезни белого хлеба, то либо в летний период храните белый хлеб в холодильнике, либо каждый день приходите на хлебопекарный завод и покупайте свежий хлеб. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.